Ну вот не до конца меня признали. Он здесь трахнул всех, он здесь красавчик. Первые, кому спилят головы, не вот эти, не нижний плебс, а как раз они. С вами все понятно. Ну прямо я это как в пинг-понг играть, как с детьми. Меня это не возбуждает по причине того, что я знаю, этим будет настолько уже похреново. Они не могут почувствовать за вкус яблока, вина, тепло женщины, потому что они умерли. Где они? Кто они? Ну и была есть такая субстанция, которая начинает править тобой. Какие-то там машины, квартиры, там по бабам кто-то уходит. Правители уходили вперед нагадить. Все. У меня был базар вокзала. Все, что он может, это там нагадить на коврике, а его нет. И отжать часы. Он исполняет ритуалы. Он не может никому не передать власть. Он может только умереть. Он уже все. У нас не все тупоголовые, они просто становятся маской. Скорее всего, будет бунт. Вообще на раз-два. Чубайс уже там лет 15 не работает и все списывает на него. Вот внимательно изучая, например, энергетическую отрасль, я вам могу сказать такую забавную вещь. Что у нас единой энергосистемы никогда не существовало. Дело все в том, и до сих пор не существует. Дело все в том, что практически каждая электро- и гидростанция, и атомная станция, набор оборудования и ее инженерный комплекс зачастую уникален. То есть у нас, если попытаться все это стандартизировать, то практически это невозможно. И поэтому у нас вот это наследие того, что это по сути дела зоопарк оборудования, который в 90% случаев лежал в области нестандартизации, а принятия решения на уровне директора той же станции, он приводит к тому, что у нас разорваны технологические цепочки. И это сплошь и ряда. Последних два вопроса, уже больше часа мы с вами общаемся. В своих комментариях вы говорите о деклассации общества. Что это, Дмитрий Валерьевич? Ну, у нас делается и осознанно, ну, даже, я бы сказал бы, что это не только деклассация. Когда мы говорим, например, о применении QR-кодов, о том, что там шампанское не будем называть шампанским, есть осознанный подход властителей, которые, поскольку мы находимся ни в каком, ни в капиталистическом обществе, мы даже туда не заглядывали, я бы скажу так. Мы находимся в роду племенных, там, феодальных взаимоотношениях, которые осознанно выстраивают границу, что есть плебс и есть условные они. Ну, вот, когда мы смотрим на условно наших пропагандистов, чем они гордятся? Они гордятся тем, что они прикасаются и исполняют роль великих. При этом они этим великим не верят. Они же не просто так строят дачи на озеро кома, потому что они прекрасно понимают, когда те начнут сыпаться, первые, кому спилят головы, не вот эти, не нижний плебс, а как раз они, на заклане их положат как раз их правители сегодняшние. Именно поэтому они строят это где-то на выселках. То есть, другое дело, что и воспользоваться этими дачами они не смогут, потому что по возрасту, когда будут уходить властители, этим будет настолько уже похрену, где находится их дач. Поэтому, и я всегда почему-то, смотря на нашу политическую элиту, вспоминаю, как мне покажется странно, пиратов Карибского моря. Там как раз Барбос, у них же при чём была проблема? Они не могут почувствовать вкус яблока, вина, тепло женщины, потому что они умерли. Вот мы находимся, вот у нас то же самое, внешне, но при свете Луны, для меня они все находятся при свете Луны, они не могут насладиться. Они пьют, а я вижу, как и вино проваливается сквозь их обглоданные остатки. Но это для меня, для меня всё это видно, и у меня нет к ним ни зависти, ни жалости. Я понимаю, что они умрут. Они умерли уже очень многие годы назад. Сколько примерно? Я думаю, что они умерли лет 15 назад. На самом деле, я в своё время к Венедиктову в частном разговоре, когда мы с ним сидели, я ему сказал, он даже это в Твиттере у себя где-то запостил, что Владимир Владимирович на тот момент, по-моему, был 18-й год, в 18-го года бы расстрелял бы Владимир Владимировича нулевого, потому что это фундаментально разные... Ну, не то, что фундаментально, он просто всё понял. Он боюсь, что он понял то, о чём я сейчас говорю, и он стал выполнять свою программу не на пользу, ну, не на служение, а сказав, ну, слушайте, народ устраивает. Зачем я буду как-то напрягаться? Ну, зачем? Народу нравится там, им всего лишь пайка не хватает, они не хотят никаких демократических свобод, не хотят какой-то там толерантности по отношению друг к другу. Зачем? Я буду исполнять свою программу, а мне хочется быть, чтобы меня признали в мире. С вами всё понятно. Вот для кого-то ОМОН, для кого-то подразделение, а для кого-то ФСБ. Поэтому я понимаю, что он делает. Это, конечно, не при... Он точно так же ему не принесёт вот это сладости, потому что у него нет никаких шансов, потому что своими действиями он привёл к тому, что, в общем, от страны отгородились, и от него отгородились. Его выпихнули из элиты, да, его воспринимают так же, как воспринимает вот это, так называемое, псевдо-левое движение. Как гопника, который попросту говорит, всё, что он может, это там нагадить под... на коврике и отжать часы. А действовать совместно, коллективно. С кем мы коллективно можем действовать? Ни с кем. В Сирии войска, ну, то есть мы должны там... С Украиной войска. Ну, то есть мы нигде... У нас нет никаких коллективных действий. С так называемый таможенный союз, с той же Беларусь. Беларусь нам просто подчинена и куплена нами, поэтому это не... Ну, то есть это внешняя оболочка, что это таможенный союз. Нет, купленная территория. Путин управляет или Путин управляем? Ну, в теории, конечно, Загора классная штука. Она как раз позволяет, в общем-то, спихнуть всё на неких рептилоидов, масонов, ротшильдов. Это взаимопроникновение. Есть элиты, которые взаимодействуют с ним, но он находится на вершине этих элит. Он их как бы профилирует. Другое дело, что никому не дадено, и у него нет такой возможности править. Физически это невозможно. Страна большая. Править вы можете в рамках там 5-7 человек. Вот там вы можете быть альфа-самцом. А дальше вы прямо или косвенно вынуждены делегировать, вынуждены соглашаться с теми или иными группировками. И вынуждены соглашаться с тем, что вы какие-то тренды задаете, но, словно говоря, отчёт ФСО, который вам составляют, ФСОшники понимают, что вы хотите видеть. Они начинают подкладывать вам факты, вернее, излагать, трактовать факты, как вы хотите их видеть. Он намеренно поместил себя в информационный кокон? Ему так комфортно. Мы все прямо или косвенно помещаем себя в информационный кокон. Вот наше сегодняшнее интервью, я же уволен был, согласиться, не согласиться. Вот вы спрашивали, на машине или на метро. Я осознанно себя помещаю в ситуацию разную. Это мой осознанный подход. Потому что теоретически, я могу с водителем ездить, но когда-то у меня была такая внутренняя прививка, я прекрасно понимаю, что самое слабое звено это у тебя твой секретарь, водитель, охранники и всё остальное. Они не защищают тебя. Я сам был телохранителем. Я всегда говорю, что нет более незащищённого человека, чем охраняемое лицо. Потому что он единственный среди вооружённых людей. и людей в бронежилетах, которые стоят к ним спиной. Но сколько людей готовы вынести себя, как это красиво говорится, из зоны комфорта и спуститься в метро, когда ты можешь ездить на Гелендвагене. Для меня это внутренняя работа. Наше интервью внутренняя работа. Вместо того, чтобы, условно говоря, на программу приглашать к себе просто гостей и, мягко говоря, ничего не делать. Для меня проведение интервью достаточно простой вариант. Я коммерсант. Я приглашаю коммерсантов. Прямо или косвенно я могу их бизнес легко сепарировать. Мне легко... Ну, прямо я это как в пинг-понг играть, как с детьми. Я могу программу, там, час провести, вот просто любую конференцию, да вот так. Просто вообще на раз-два. Но я, раз там, у меня есть встреча, соответственно, с коммерсантом, а следующая встреча, это ответы на вопросы людей. То есть у меня прямая линия в прямом смысле. Возвращаясь к Путину, он сам? Да. Да, это его подход. Зачем? Зачем? Ну вот, я почему сейчас, извините, там тыкал в себя пальцем, если там кого-то не нравится, можете перемотать эту часть. Но это осознанный подход. Он хоть, он хочет быть великим. Я понимаю, я очень хорошо понимаю, что он хочет. Я понимаю, что это недостижимый. Я понимаю, что чем дальше он будет прикладывать все больше и больше усилий, тем меньше будет КПД этих усилий. Он понимает, что он стареет? Да. Он очень хорошо понимает, что он стареет. И он очень даже хорошо, боюсь, что поскольку, ну вот сколько там было встреч, имеется в виду, там, в рамках передачи всяких докладов, каких-то неформальных встреч. Оговорки, допущенные во время прямой линии, подтверждают это, на мой взгляд. Да. Ну а ему это нафиг не надо, эти прямые линии. Он исполняет ритуалы. Не просто исполняет ритуалы. Он уже очень, он очень устал, но он при этом понимает, что он не может уйти. Он заложник? Он заложник. Кто держит его в заложниках? То, что штука, штука, которая называется власть. Ну он же управляет властью? Нет. Власть управляет нами. Это-то, это, конечно, там, вот на этом же кресле, первое, первое, одно из первых интервью, брал Сашка Бабулев. Я ему сказал, что представим, что через, там, я не помню, какой-то был год, год три назад, наверное, что в 24-м году, или там в 21-м каком-нибудь году, Путин выйдет и скажет, а я и пойду на президент. Тогда еще не было поправки. Я говорю, что вы сделаете? Без всяких поправок, без всяких законов, ничего вы не сделаете. Власть такая штука, как это, вот вы же задавали вопрос, правильный вопрос, там, кто кем управляет. Власть такая субстанция, которая начинает править тобой. Ты не можешь ее отстирать, ей очень надо умело ей пользоваться. Это как страх, жадность. У нас очень много всяческих таких нервов. То есть здесь страх уйти из власти? Да, а он никуда не может уйти. Куда он уйдет? На печку. Нет. Давайте пролистаем те самые сто лет, которые я хочу посмотреть. Назовите мне любого генсека, который вам нравится. Внука. Любого внука. Где он? Ну, там, не знаю, крупный он промышленник. Ну, потому что мы же обычно рассуждаем. Вот, например, его дочь, она там какой-то кластер. Там, там, вакцинами или еще там медициной занимается. Меня это не возбуждает по причине того, что я знаю, ну, внук Брежнева, внук Брежнева, Андропова, Черненко, тех, кого, условно, я похоронил. Ельцина, Хрущева, Сталина, там, не знаю, Берии, Кагановича. Где они? Кто они? То есть, вся проблема российского эстеблишмента, а его нет. И не будет никакой его Екатерины, там, Тимченко, это, там, как-то ее там, как бы ее фамилия не была. И он это четко понимает. Это будет, мы находимся в Львино, в Львином Прайде. Он почему сходил, отошел, условно говоря, от Дмитрия Анатольевича, а потом вернулся? Потому что номинально, не номинально у президента фундаментальная власть. А это всего лишь был отход на должность премьер-министра. На какую печку он уйдет? Чтобы он вдруг ни с того ни с сего исчез вместе со своей семьей? Просто исчез. Вот просто не будет его. Ни могил не будет, ни праха не будет. То есть, он обречен дожить свой срок в президентском кресле? Все, все правители уходили вперед ногами. Все. Я не просто так говорю, как раз со времен царизма, по времена последние. Мы в дне сурка таком и возвращаемся к нашему народу. Народ нашу это все устраивает. Они всегда все решают, считают, что решается в масле. То есть, смена власти произойдет по естественным причинам? По естественным причинам, которые либо их ускорят, либо само по себе. Если в сентябре на проспект Сахарова выйдет миллион? Не выйдет. Ни если. Один процент? Никакой процент не выйдет. Люди потеряли свою субъектность. Они как это, как муравьи. Они осознанно к себе относятся, как просто к производителю какого-то труда. Все. И поэтому, понимаете, претензия к власти какая? Она их использует так, как люди сами к себе относятся. Путин озабочен своим авторитетом? Нет. Он непререкаем. Он все. Он здесь трахнул всех. Он здесь красавчик. Для него важны рейтинги? Нет. Ему важно, что в мире, насколько... Его две вещи волнуют. Войти в историю, а не вляпаться. А он хочет... Почему Крым был... Крым был прижат ситуативно. Именно ситуативно. То есть, это не была какая-то продуманная операция. То есть, Крым мог остаться украинским. Просто, если бы в тот момент не было базар вокзала, и как-то на переходном этапе войска были бы правильно стояли, Крым бы остался украинский. А ситуативно прижали, не вопрос. Вот тапочки лежали. Шел-шел, вот упал кошелек. Вот поднял. Это неправильно, но так вот произошло. Вот, поэтому... Его волнует, признают ли его в мировом сообществе. Причем, неважно в каком качестве. Там, infant of terrible, то есть, дитя проблем, либо его признают великим правителем. Поэтому... То есть, для него нет разницы? Ему важно войти в историю. Да. Ему важно войти в историю. Чтобы он ощущал себя историческим персонажем. Причем войти в историю среди мирового сообщества? Да. Здесь он всех трахнул. Кто ему здесь составит? Кто ему здесь бросит вызов? Любой, кто бросит вызов, будет загноблен. Даже на этапе. Володин. Сплошь и рядом. Потому что, как только начинается разговор о том, что Володин может быть потенциальным преемником, Володин тут же публично выступает. Что вы, что вы? Владимир Владимирович должен быть править тысячелетний рейх. Кто должен признать Путина в мировом сообществе? Что должен успокоиться? Что должен признать элита экономическая в Соединенных Штатах, Германии, Китае. Скорее, Евросоюз, тогда он успокоится. Тут есть одна большая проблема. Структура его характера и возраст, ему все-таки 70, Он уже не успокоится. Он уже все. Ты не можешь себя поменять. Ты всегда будешь видеть, пытаться видеть вдвойное дно. Люди в таком возрасте уже идут по паттерну. Ну сколько ему осталось? Ну 15 лет там с нами. Мучиться. Поэтому нет. Он уже не успокоится никогда. Возраст, смена каких-то парадигм своих историй. Он будет все время перепроверять, не доверять. А поскольку полная полноты информации ты никогда не получишь, ты все равно будешь находиться в парадигме, что ну вот не до конца меня признали. Даже если будут золотые памятники в Нью-Йорке стоять, в Берлине, во Франкфурте, в Париже, прямо именно золотые памятники ему, это будет вообще вассальная история. Он будет подозревать, что здесь что-то не там. Это уже все. То есть, опять же, он закольцован получается. Он находится в таком тоннеле. Все уже. Тоннель. Он тупиковый. Он очень тупиковый. Он не может из него выскочить никак. Он не может никому не передать власть. Он может только умереть. На этом ней. Это и есть... Если вы посмотрите, вот... Вот сейчас мы пишемся на телефон. Я всегда рекомендую смотреть... Ну, люди начинают говорить там про ботекс и все остальное. Я рекомендую всем смотреть, как меняются правители СССР и власти, когда они приходят к власти. Меняется лицо. Очень сильно изменяется лицо. Оно прямо становится, как лицо голума. Из властелина колец. Они прямо начинают оседать. У них такое ощущение, что у них прямо начинают пропадать лицевые мышцы. Они просто становятся маской. И это абсолютно все правители проходили. Потому что вот это на... Огонь, вода и медный труд. Это не метафизика. Это прямо реально власть. Это жесточайшее испытание. И с властью уметь надо управляться. Ну, вот. Меня периодически там задают вопрос. Я могу сказать, что там... Кто должен становиться правителем. Я могу сказать, что правителем Российской Федерации человек, если он не управлял муниципалитетом, не должен становиться. Какой психотип правителя должен быть? Это должен быть человек, который умеет принимать обратную связь. О чем говорил Путин в 2000 году? Да. Я же говорю, что в 2018 он должен был его расстрелять. Власть это такая штука, с которой очень сложно справляться. Очень сложно. И мы все эту историю проходили, но каждый делал свой вывод. Ведь когда мы смотрим на условных... Ну, вот я периодически принимаю участие в программах Андрея Малаховой, когда я вижу здоровых дядек, которые там... Ну, кто-то чуть старше меня, кто-то чуть младше. И я понимаю, что с властью многие не справляются. Почему многие уходят там... Не знаю, кто-то в запой, кто-то покупает какие-то там машины, квартиры, там по бабам кто-то уходит. А это как раз невозможность справиться с властью. Власть это такой ингредиент, прививка, которая должна быть... Надо уметь войти и уметь выйти. Надо уметь красиво стареть. Уметь красиво уходить. У нас такого наука не вырабатывает. Можете ли вы назвать какого-либо мирового лидера, либо из отечественной истории, кто бы соответствовал этим критериям? Ну, я бы назвал Бутангела Меркель. Как она сейчас уходит, она меня прямо очень... Ну, то есть, очень импонирует в целом. Она... Тетка там с остальными яйцами, что называется. Она молодец в этом смысле. Шарль де Голь, тоже могу назвать. Уинстон Черчилль, который правильно уходит. Уходил, скажем так. Вообще, письма Уинстона Черчилля, его мемуары, которые я читаю, то есть, я понимаю, кто отпахал Вторую мировую войну. То есть, это прямо... Это надо читать. Потому что мы очень пренебрежительно относимся к Великобритании. Я считаю, что она где-то там была на Баковичке. Но я могу сказать, что Вторую мировую от и до, именно Вторую мировую, отпахала в первую очередь Великобритания. Дмитрий Валяевич, последний вопрос. Надежды на позитивные перемены есть? Есть. Но они лежат исключительно в глубине вот этого российского русского народа. После того, как сейчас вот пришла власть Черных, скорее всего, будет бунт. И я всегда... Меня когда спрашивают, я всегда говорю, у меня величайший кредит доверия к любому человеку, который пришел. С маленькой ремаркой. У этого кредита есть срок. Он может быть десятилетие, а может быть сотая доля секунды. Поэтому люди у нас действительно могут. И у нас не все тупоголовые, соответственно, именно для них, собственно говоря, для этой очень небольшой прослойки. На всех возможных информационных каналах я и работаю. Потому что моя задача основная, вернее, две задачи. Чтобы они не чувствовали себя в одиночестве и в темноте. Потому что самое сложное как раз для думающего населения перейти как раз вот в ту грань, пьющую бояршник или просто уезжающую из страны. Потому что вокруг них большая часть серой массы. А это очень... Себя мотивировать очень тяжело. Проще уехать или реально спиться. Поэтому, что делал, то делал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!